АПЛОДИСМЕНТЫ С этого начни, начинай двигать. Освободись от хлама, выброси все ненужное. Потом вот эту жабу купи, вот это вот, знаешь, с этими, с монетками. Посади ее, пускай она привлекает удачу. Ну, надо меняться, меняться. Ну, как-то внешность потом, вот это имя. Имя это как гороскоп, это очень важно. Очень важно для судьбы, она на это обращает внимание. Катя, вот я тебе так скажу. Знаешь, почему ты не выходишь замуж? Ну, не можешь выйти, ну, никого не можешь найти. Фэн-шуй дает ясный ответ, потому что фамилия у тебя одинокая. Все. Вот так. Нету шансов, понимаешь? Ну, у меня тоже фамилия не очень, я над этим работаю. Ну, шо это такое? Кошкина любовь. Ну, шо это такое? Ну, кого я могу приманить? Кошкина любовь. Господи, это ж надо так родители назвали. Ну, кого могу приманить? Ну, только могу какого-нибудь Ваню-валерьянку. Ой, Катя, я не знаю, а хочется, вот хочется чего-то такого, понимаешь? Вот просто романа какого-то хочется. Ну, не в смысле имени, а в смысле роман хочется такой, на 10 тысяч страниц. А рядом что? Рядом только короткий анекдот. Познакомилась тут с одним. Ну, вроде ничего. Ну, ничего особенного. Знаете, так вот вместе просто в кафе поели мороженое. Так он на следующий день мне пишет. «Киса моя!» Ты понимаешь, я за мороженое сама заплатила. А он мне пишет. «Киса моя! Какая я тебе киса?» «Да, я Кошкина. Кошкина любовь. Ну, какая я тебе киса?» А он вот так фамильярно, представляешь? Мол, шо ты делаешь? Все ли у тебя хорошо? Ну, я ему ответила. Я говорю, все хорошо. В лоток сходила, доедаю вискос. Ну, надо же как-то учить людей, понимаешь? Ой, Катя. Не знаю, чего хочешь. Ты, я хочу, Роман. Хочу замуж. Вот ты хочешь замуж, а, Катюха? Ну, скажи честно. Хочешь на работу устроиться? Что-то я не поняла. А я что, тебе не говорила, что у нас место освободилось? Секретаря-переводчика с китайского. А? Так, а че ты не пошла? Глянь, я тебе сказала, как лучшей подруге. Она сидит. Че? Ну, и шо, шо диплома нет китайской? Катя, ты че? Какой диплом? Да у женщины диплом это... Хо-хо-хо. Это грудь. Вот ее диплом. Чем больше грудь, чем диплом краснее. Ну, вот у тебя, конечно, вот в этом наряде вообще, это не то, что диплома. Катя, я тебе честно скажу, у тебя даже образования нету. Ну, только единственное, хорошо, что бусики ровненько висят. А так вообще в этом на собеседовании не-не. Я, знаешь, я на собеседовании, когда ходила... Катя, я же подготовилась, я же подчеркнула свой диплом. Ну, у меня он тоже не красный, знаешь, так синенький. Ну, я же поработала над этим. Я же сюда в бюстгалтер, я же натрамбовала зайчиков. У меня же диплом был выдающийся. Все взяли, понимаешь, взяли. Это меня Ленка Шиндякина научила. Она когда устраивалась переводчицей с японского, так она, знаешь, не то, что зайчиков бюстгалтера, она все детские игрушки туда утрамбовала. А сверху платье она тянула дочери пяти лет. Вот так вот еле влезла. Пошла дипломом вперед. И взяли. Хотя она и по-русски, знаешь, так. Со словарем и матом. А все работает с японцами, работает. Хотя до сих пор думает, что это киргизы с улан-батора. Понимаешь, как надо? У нас вообще все девчонки, они все в зайчиках, как я. Все приманивают свою судьбу. Не то, что ты. Ну, я вот смотрю на тебя, ну, посмотреть не на что, понимаешь. Вот глаз не отдыхает, Катя. Ну, надо как-то поработать над собой, ну, не знаю. Ну, ты мне скажи, ну, честно только скажи. Ты когда-нибудь в своей жизни полола брови? Ты когда-нибудь вот это вот макияж, ты делала полностью лица и тело, Катя? Ну, я так и знала. Господи, да ты за всю жизнь ни разу даже волосы не обесцветила. На что ты надеешься? Ох, природная красота. Да что ты говоришь, Катя? Природа-то природы, но у природы тоже есть свои вот эти вот страшные места. Ну, есть болото, есть торфяники, ты вот, например. Ну, какая природа, Катя? Ну, ты погляди. Ну, а что ты оделась? Ну, что это за чехол от автомобиля на тебе? Ну, ничего ж не видно. И что короткое? Ну, я ж тебе 10 раз говорила, Катя, Катя. Умоляю, не надевай короткое. Нельзя тебе, понимаешь, нельзя. Отпугнешь судьбу. Потому что у тебя, понимаешь, ноги, они вот... Катя, я не знаю, как сказать так, чтобы по-человечески, чтобы ты не обиделась. У тебя ноги, понимаешь, они вот... Ну, они у тебя не растут из седалища. Понимаешь, они у тебя оттуда вьются. Как будто ты их каждую ночь накручиваешь на бигуди. Нельзя тебе в коробках. Носи юбки до самого полу. Тогда что-то получится. Заодно и лаз ты свои 45-го размера прикроешь. Ну, не реви, не реви, все у тебя будет хорошо. Зато ты устойчивая. Ты плаваешь лучше всех. Вот это вот, раз-раз, ты уже у буйка. Погоди, я сама посмотрю, может, это моя судьба. Катя. Катя, там какой-то мужчина стоит. Знаешь, при галстуке, вот в этом костюме, и с плакатом. Катя, я навек ваш принц-шатский. Вроде симпатичный. Может, он ко мне, а? Сосед с третьего этажа. Тебя замуж зовет. Да как же ж такое может быть, Катя? Да это ж... Да шо ж это за судьба такая? Глянь, я в зайчиках хожусь, я упарилась. Фэн-шуй учу наизусть. Мебель каждый день туда-сюда переставляю. Да это со своими вот этими вот. На ластах на своих шлеп-шлеп и в ЗАГС пойдет. А я ж как картина в музее. И вроде всем нравлюсь, и никто домой забрать не хочет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!